Всем привет, с вами Мария Ерёменко, и вы находитесь на канале онлайн-технологии в образовании. И сегодня я хочу вам рассказать просто про потрясающий сервис, который называется FlickTop, и он позволяет создавать вам курсы, карточки. И очень вообще всё это дело так структурировано, что вы получите от этого огромное удовольствие, и я уверена, будете обязательно использовать это на своих уроках и в своей педагогической деятельности, даже если вы не работаете в школе, но работаете преподавателем. Поехали! Адрес этого сайта flicktop.com, и он представляет из себя вот такую страничку. Регистрация довольно простая, показывать её не буду. Когда вы входите, всё интуитивно понятно, на русском языке. Здесь сразу представлены предметы, по которым можно посмотреть уже готовые курсы. И давайте с этого и начнём. Хочу показать вам с того, что мне ближе, это изучение языков. И мне очень понравился курс по модальным глаголам. Я просто покажу именно структуру, что можно здесь делать. Давайте на него зайдём. И каждый курс может представлять из себя коллекцию подкурсов, ну то есть коллекцию разделов. В данном случае здесь в курсе содержится 6 разделов, и в каждом разделе содержится энное количество карточек. Тут внизу написано, сколько лайков, сколько просмотров, и можно также поделиться данным разделом. Давайте зайдём в первую карточку. Это информация по курсу. Здесь у нас представлена обложка, и в данном разделе у нас есть одна карточка, которая представляет из себя статью. Вот этот карандашик, он означает статья. Кликаем на него и посмотрим, что здесь написано. Здесь написан текст, в котором нас приветствуют и рассказывают про краткое содержание курса и нужную всякую информацию полезную. Также вставлена гифка для того, чтобы поднять нам настроение. Можно передвигаться по разделам с левой стороны. Что мы сделаем? Кликая на следующий раздел, это раздел 1, что такое модальный глагол. Мы видим уже две карточки. Первая карточка – это теория. Здесь опять вот эта огромная картинка, которая, я считаю, что не очень нужна, но неважно. Что такое модальный глагол? Идёт теория. И после того, как вы изучили теорию, у вас идёт тест. То есть у вас ребёнок сразу начинает проходить тест. Начинаем старт. И здесь мы выбираем различные форматы ответов. То есть здесь у нас выпадающий список меню. Я не читаю, я просто вам показываю. Он сразу нам показывает, где мы угадали, где не угадали. Далее такое вот есть задание. Мы можем это тоже. Собери предложение. Послушай запись и переведи предложение. Тут встроено аудио. You must hurry up. Далее. Ответьте на вопрос. То есть выберите один из вариантов ответов. И у нас итоговая таблица, где, как вы видите, есть ещё и список лидеров. Вот номер три – это была я в первый раз. Я тоже пробовала. Сейчас я уже официально вот под этим никнеймом. И вот наш результат с вами. Отлично. Это как вариант. То есть каждый раздел наполнен теорией и тестами. То есть идёт теория, тест, теория, тест и контрольный тест. Далее идёт модальные глаголы. Опять то же самое. То есть теория, тест, теория, тест и контрольный тест. И в конце создатель этого курса говорит о том, если вам понравился данный курс, то вы можете его приобрести на таком-то там сайте. Полную версию курса подробно вы можете познакомиться в ВКонтакте. То есть таким образом учителя ещё и продают свои курсы, что очень здорово, если вы реально являетесь разработчиком качественного контента по любому из предметов. Здорово. Но хочу показать вам ещё один вариант курса, который мне очень понравился. Это по изучению мультиков. И это как вариант создания теста, как формат такой интересный очень. И давайте посмотрим. Кликая на курс, он состоит из четырёх карточек. То есть тут нет разделов. Это четыре мультфильма. И каждая карточка — это тест. Давайте посмотрим просто, как он реализован круто и вам понравится. Кликаем на тест, нажимаем старт. И тут у нас кнопка «Начать историю». Как вы слышите, здесь идёт аудирование. То есть идёт произношение. То есть учитель загрузил вот эту фразу. Он загрузил вот эту иконку. Здесь можно убрать звук. Ну, допустим. И здесь есть список слов, которые мы должны туда вставить. Например, я хочу вставить слово «food». Ну, я не слушала, тем не менее. Нажимаем «Далее». И у вас идёт картинка. То есть учитель загрузил дальше картинку. При каком эпизоде вот эта фраза звучала, чтобы ребёнку было понятно. Нажимаем «Далее». Опять идёт фраза. И опять мы должны там что-то вставить. И так далее. То есть, ну, здесь она должна звучать, естественно. «Did your mother ever tell you not to play with your food?» «Did your mother?» Здесь слово «mother». «With your food». Давайте вставим слово «food» и так далее. Ну, неважно. Просто сам факт, чтобы вы понимали, как это здорово. Это идёт такой формат, называется «Storytelling». И я вам потом покажу, как это реализовать можно. Но это очень здорово. Мне очень понравился этот формат. Я такого вообще никогда, нигде и не видела. А здесь у нас есть 5 жизней и время теста 20 минут. По-моему, потрясающе. И самое, что главное, мы можем это скопировать себе в файл и раздать своим детям свою ссылку. И у нас уже готовы есть классные развлекухи и на аудирование задания по мультфильмам, что может быть лучше. Честно, другие материалы я не успела посмотреть, но я уверена, тут и по IT достаточно много, и по литературе что-то есть. Видите, две коллекции и карточки. Карточки — это как бы отдельные задания, отдельные какие-то варианты. Вот это тест, вот эти две штучки. Например, если мы увидим карандашик, то это может быть какая-то вот, видите, просто стихотворение, например. Всё, больше здесь ничего нет. Но также можно сделать и вариант, как презентацию, например. И я вам это покажу, когда я буду создавать самостоятельно. Ну, я думаю, я вас заинтересовала, потому что это очень крутой ресурс, мне прям очень он понравился. И дизайн, и интуитивно всё понятно. Давайте попробуем теперь перейти в нашу платформу, на нашу страничку. И мы попадаем в наш личный кабинет, грубо говоря. Здесь ваше имя, сколько у вас подписчиков, сколько вы, на кого вы подписались, фильтры, теги, и можно сортировать по дате добавления. Можно создать отдельно карточку, то есть карточка представляет из себя либо тест, либо какой-то из материал заданий. А можно создать коллекцию. Вот именно коллекцию я и пробовала создавать. Давайте я вам покажу, что из себя представляет моя коллекция. Моя коллекция представляет из себя два раздела. И этот я скопировала просто чисто, чтобы попробовать. Ну и более-менее я начала делать только первое. Я взяла учебник World for Fluency и взяла A Place to Live, первый модуль. И вот взяла и оформила вот таким образом Vocabulary World, словарь про мир. Но здесь я ещё написала перевод. То есть это было сделано просто для изучения студентам. После того, как они это изучили, я сделала упражнение. Упражнение первое было на Gap Filling. Тут вот таким образом всё это реализовалось. А потом я начала уже смотреть на другие форматы. И здесь я дала сначала слова, которые они должны будут вставить. Ну тут, естественно, можно всё расписать. А далее я уже... Здесь уже нужно было вписать. То есть что-то там вписываешь. Вот, да. И, ну, соответственно, можно даже поменять формат и дизайн вот этого самого слайда. Сейчас я вам тоже всё это покажу. Также здесь можно загружать документы, встраивать Quizlet и работать с картинками, видео и так далее. Всё. Это то, что мне для изучения было достаточно. Сейчас мы с вами вместе создадим новую коллекцию. Она здесь называется «Коллекция». Карточки я не буду вам показывать, потому что мы карточки будем создавать непосредственно в коллекции, чтобы вы понимали, что это одно и то же. Ну, я думаю, что это и так понятно. Нажимаем «плюс». И у нас открывается вот такой замечательный конструктор, где с левой стороны у нас есть даже кнопка Canva, которая у меня здесь не работает. Также тут можно поменять именно стиль вот этого слайда. И здесь мы напишем «Курс тест». В данном случае можем написать описание какое-то и поменять картинку. Для того, чтобы поменять картинку, мы нажимаем вот сюда на фото. И очень здорово, что тут вообще всё интегрировано. Это Unsplash, AI, Google, Recent, недавние. И всё это вот прямо в одном сайте, и вообще не нужно никуда ходить. И давайте найдём какой-нибудь цветочек, цветок, не знаю, на русском он будет искать. Да, на русском ищут, и пусть это будет вот такой цветок. Всё, наш цветочек встал. Здесь есть ползуночек. Мы можем этот ползуночек вот так вот растягивать и менять. Можно поменять формат. Вот так можно красивенько сделать. Можно сделать вот так. Ну, мне вот нравится больше всего так. И давайте мы на этом и остановимся. После того, как вы создали обложку, вы можете переходить далее. И здесь мы занимаемся настройками коллекции. Настраиваем видимость. Видно всем. Прогресс. Включить. Чтобы было видно прогресс, появляется вот такой ползунок. Тематику. Выбираем нашу тематику. Например, это образование. И здесь пишем теги, по которым нас смогут найти. Я теги писать не буду, потому что это пробная коллекция. Всё. Наша коллекция создана. Давайте зайдём в эту коллекцию и посмотрим, что у нас тут есть. А нам тут человечек сообщает, что ничего у нас пока нет. Но это не беда. Мы сейчас всё это дело исправим. Нажимаем кнопку создать. И нас спрашивают сразу, что вы хотите создать, раздел или карточку. Мы сначала создадим с вами первый раздел. Так и назовём его раздел 1. И мы хотим опять поменять картинку. Мы уже знаем, как это сделать. Давайте такой мопед пусть будет. Всё, мопед подгрузился. Нажимаем далее. Наш раздел опять требует от нас настройки. Здесь я ничего уже не меняю, только могу добавить теги. Нажимаю создать. И зайдя уже непосредственно в раздел, я уже здесь буду создавать карточки. Нажимаем вот на этот плюсик внизу. И у нас появляется меню по созданию карточек. Давайте посмотрим, какие есть варианты. Первый – это тест. Потом документ. Аудио, статья, ссылка, фото, видео. Далее у них будут какие-то тут истории супергероев, зелёный фонарь и игра гравитации. Этого пока нет, написано скоро. Ну вот как будет, так сделаю обзор. Давайте начнём с документа аудио статьи вот этих вот, а тест будет тогда в конце. Итак, кликаем на документ. И единственный тот момент, не очень вот я поняла именно с документом, зачем всё это дело делается, когда я не могу, мой Google аккаунт почему-то не хочет подключать. Но вы можете подключить сюда, абсолютно подгрузить любой документ, который есть у вас на компьютере. Нажимаем Docs. И вот документ можно подключить только в PDF. Я уже подгружала вот Context Builder из курса, и мы можем вот сделать вот так вот, и в принципе он здесь вот будет отображаться. Честно, не очень понимаю, зачем это нужно, но может быть для ознакомления какой-то вот такой вариант можно и иметь в виду. Нажимаем Далее и нажимаем Создать. И в нашем разделе появился наш документ, и мы можем написать «Ознакомься с документом», или «Ознакомься с теорией», или всё что угодно, заголовок. То есть он будет у нас идти номером 1. Следующая карточка, которую мы создадим, это карточка с аудио. В данной карточке вы можете подгружать абсолютно любую музыку, и мы сейчас это сделаем при помощи загрузок. Но если вы нажмёте на кнопку аудио, у вас тут подключится Spotify. Spotify у нас здесь не будет работать, потому что в нашей стране... Видите, он пишет, этот контент сейчас недоступен. Мы не можем его посмотреть, но мы можем его здесь послушать. У нас есть также подкасты. Давайте попробуем подкасты. Вот подкасты у нас тут подгружаются. То есть он будет здесь отображаться. И недавнее – это то, что мы пользовали, загружали недавно. В данном случае мы используем загрузки, выбираем «Загрузить медиа» и выбираем тот трек, который нам нужен. Здесь я подгрузила просто аудио из учебника, и я хочу поменять обложку. Но смотрите, когда я меняла обложку в первый раз, у меня эта кнопочка пропала второй раз, поэтому будьте внимательны, если вы хотите именно прям поменять обложку. Вот она, эта кнопка, иконка с картинкой появляется. У нас Unsplash, и мы здесь пишем аудио. Давайте по-английски «Audio». Всё, у нас появляются, например, наушнички, и мы можем закрывать это всё. Далее нажимаем «Создать». После того, как мы создали, у нас аудио подгрузилось автоматически, и кнопка с проигрыванием появилась прям в центре. Но картинка очень большая, я бы не стала такую картинку подгружать, на самом деле, для того, чтобы просто прослушать. Здорово, что прослушивание начинается при наведении мышки на картинку. Здорово. Давайте создадим следующую карточку. Это будет статья. В статье вы размещаете обычно всю информацию, которая нужна для урока. Это может быть всё, что угодно. И статья может состоять из обычного текста. Текст. Этот текст вы можете, выделив, изменить его курсив, то есть начертание жирности, подчёркивание, курсив, зачёркивание, цвет текста можно поменять. Можно выбрать маркер и выделить его маркером. Также можно стереть все настройки и сделать текст ссылкой. То есть здесь у вас будет ссылка. Давайте его сделаем. Нажмём я. Неверный формат ссылки. Ну-ка, давайте-ка попробуем. HTTP. Вот. И ссылка сработала. То есть при клике на это слово у нас будет срабатывать ссылка. Что ещё можно здесь делать? Ещё здесь можно текст превращать, ну, соответственно, это будет заголовок 1, например, заголовок 1. Они будут по форматам отличаться. Заголовок 2 и так далее. Это всё будет меньше. То есть вы прям создаёте конкретную, как лекцию, книгу, тот материал сюда загружаете, с которым должен ребёнок ознакомиться. Маркированный список, пронумерованный список, пункт 1, пункт 2 и так далее. Ещё давайте создадим, что? Медиа. Вот сюда же можно вставить всё, что вы хотите. И это на самом деле просто супер, потому что вы можете вставить видео. Ну, у нас тут есть и загрузки, но мы можем вставить и видео с YouTube. Он нам предлагает сразу какое-то видео, непонятно какое, но вы не пугайтесь. То есть это видео мы сейчас с вами изменим и пойдём в YouTube и найдём там что-нибудь, что нам реально нужно для урока. Ну вот, с нуля до разговорного бесплатно. В этом видео. Нажмём поделиться, скопировать и вот сюда, вот прям сюда вставляем эту ссылку. И она у нас автоматом подгружается. Посмотрите, как это здорово. Что мы ещё, давайте я вам покажу сразу здесь. Мы можем добавить вставку опять. Тут есть Vimeo, Loom. Loom – это запись экрана, да, TED-конференции. Но он сам понимает, с какого сайта, естественно, вы что-то вставляете. И давайте попробуем что-то вставить с WordWall или с Quizlet. Давайте попробуем с WordWall. Например, у меня есть такое задание, и я хочу поделиться. Нажимаю Share, нажимаю Publish, нажимаю Копировать ссылку, и я сюда хочу вставить ссылку. И у нас автоматически подгружается WordWall. Всё, и мы можем, не выходя из этой статьи, работать уже в WordWall, то есть выполнять упражнение. Сейчас оно подгружается. И мы можем развернуть на весь экран и работать уже... Музыку выключим. И работать уже с этим упражнением на весь экран. По-моему, это просто обалденно. Далее мы можем продолжать вставлять всё, что нам нужно вставлять, да, то есть делать вставки. Что тут ещё есть? Padlet, Genially, Prezi, EducaPlay. Кстати, это видео было последним, которое я снимала. Learning Apps наш любимый. Большой выбор тех сайтов, которые вы можете сюда вставить. Но я думаю, что можно вставить и просто какую-нибудь ссылку, например, из Википедии. Давайте попробуем это сделать. Ссылка с котом, с кошкой. Давайте попробуем вставить. Но я думаю, что здесь всё-таки больше какая-то браузерная штука. Нажимаем плюс, нажимаем вставка и нажимаем вот сюда ссылку. И он у нас спрашивает, строить медиа, создать закладку или оставить как есть? Давайте оставим как есть. И ничего не изменилось. Так, давайте попробуем ещё раз вставить ссылку. И медиа у нас вставилась, это картинки. И создать закладку. У нас будет вот такая ссылка, красивая, на Википедию. Нажав на неё, ребёнок будет переходить на сайт Википедии. То есть, можно делать ссылки вот таким образом, а можно делать ссылки вот таким образом. То есть, это достаточно прикольное и по дизайну оформление. Всё, наша карточка готова со статьёй. Мы можем поменять обложку, так как у нас здесь кошечки. Назовём их кошечки. И здесь мы найдём кошка. Всё, вот котика выбираем. И наш котик у нас будет в этой обложке. Можем поменять дизайн, и тогда котик будет очень большой. Но мне так не очень нравится, поэтому здесь оставим нашего котика. Вот таким вот образом настраиваем. Нажимаем, далее выбираем тематику. Например, это биология, там кошка. Нажимаем Enter, тег появляется. Нажимаем создать. Идёт создание контента, сохраняется наша статья. И наша статья имеет хэштег котики, только его здесь не видно. И вот предмет указан, биология. Здорово. Поехали дальше. Сейчас мы создадим просто ссылку. То есть, если вам не нужно создавать целую статью, а нужно просто вставить какую-то ссылку, например, отдельное задание, выполни задание в квизлите, что я уже и делала. Здесь вставлен квизлит, который не мой. Мы сейчас с вами перейдём на мой квизлит и найдём задание, которое мы сюда встроим. И вот мы в квизлите. Берём юнит девятнадцатый и нажимаем опубликовать. После того, как мы нажали опубликовать, у нас появляется кнопка копировать ссылку. Переходим обратно, вставляем ссылку. И у нас прогружается наш квизлит. Нажимаем «Начни игру». Но, как вы помните, здесь внизу всегда есть вариант поменять формат заучивания. Это подбор, тест карточки про описание и начать заниматься. Единственное, что нижняя часть экрана немножко у нас, вот, если уменьшить, она вот влезает, если я экран уменьшаю. Но если экран сто процентов, то кнопочки, видите, уходят вниз. Это не очень, на самом деле, комфортно. Ну, вот когда так мне визуально удобнее. Всё, и это уже вы будете настраивать под себя. Мы с вами встроили квизлит, и сделали мы это путём ссылки. Нажимаем «Создать карточку». И в нашей коллекции, в нашем первом разделе, есть уже целый набор из документа, аудио, статьи и упражнения в квизлите, которые дети должны отработать. Наведя, кстати, видите, он показывает. Можно прям начать играть даже в этом маленьком окошке. Потрясающе. Нажмём «плюс», и у нас осталось фото и видео. На самом деле, это, в принципе, одно и то же. Фото, нажав на фото, мы здесь просто меняем фото. Но здесь можно вот именно этот момент оформить как презентацию. И я вам сейчас это покажу. Мы здесь меняем обложку. Например, выбираем смеющихся людей. Здесь пишем «Слайд 1». И для того, чтобы добавить слайд 2, здесь можно написать какое-то описание этого слайда. Можно тут текст большой писать. Далее нажимаем «плюс». И можем здесь поменять формат, например. Опять меняем обложку на какую-нибудь горизонтальную. И здесь уже внизу можем продолжить что-то писать. Название и описание. И таким образом вы можете создавать такое количество слайдов, которое вам необходимо, которое вам нужно. То есть можно вот так вот уменьшать картинку. Здесь писать название, здесь писать описание. И у вас получается, грубо говоря, презентация, которую вы будете вот так слайдами листать. И это очень-очень здорово, красиво и просто, если вам нужно преподнести материал ребятам именно в формате нескольких слайдов. Вот так это будет выглядеть у ребят. Вот так вот. Классно. И можно даже лайкнуть слайд, который понравился. Что еще? И, ой, у нас осталось еще видео. Давайте нажмем маленький плюсик и добавим видео. Видео – это то же самое, что и было, да, как у нас вставка видео. Но здесь к видео вы можете дописать какой-то комментарий либо добавить какой-то текст. Чтобы добавить видео, мы с вами кликаем на видео. Здесь мы можем прямо в YouTube поискать кошки, кликнуть на кошек, и у нас это видео автоматически подгружается сюда. Можно посмотреть, что нам дает ТВ. Это какие-то муви, кошки против собак. И тут тоже какое-то видео. Это трейлер к фильму «Кошки против собак». Далее можно посмотреть, какие есть шоу про кошек, адские кошки, столь родные кошки. И недавние – это то, что мы загружали или использовали. Ну, например, «Вечера с кошкой». Вы берите другой тип карточки, пишут нам. То есть шоу у нас не вставляются. Ну, в принципе, мы можем и подгрузить и свое видео, любое, нажав на загрузки. Можем также добавить какую-то гифку на экран. Ну, не знаю, посмотрим сейчас, добавится ли она. Да, добавится. И не очень удачная гифка. Вот, лучше вот эта. Можно и гифку. То есть имейте в виду, что когда вы делаете слайды, можно и вместо картинок, чтобы добавлялась гифка. То есть вы ее даже можете спокойно найти. Собака. И мы можем создать новый слайд. И сюда собачку какую-нибудь сейчас вставим. Да, вот наша собачка. И можем сделать вот так. Вот, в принципе, замечательный тоже инструмент. Особо никуда ходить не надо. Любое видео, пожалуйста, даже видео из YouTube мы прям подгружаем прямо сюда. И мы ищем. Давайте меня найдем. И вот, пожалуйста, любое видео вы включаете. И смотрите, что вы говорите. Посмотри видео и сделай там следующее задание в карточке. Качество только здесь обложки что-то не очень. А видео качество? Привет, с вами Мария Ирина. А видео нормальное. Так что, в принципе, смело пользуемся и ничего не боимся. Нажимаем создать. И таким прекрасным легким способом мы создали все типы карточек вместе с вами, кроме теста. И сейчас мы пойдем создавать с вами тест. Нажимаем на маленький плюсик. Нажимаем тест. И у нас появляются типы вопросов, которые нам тут предлагают сделать. Это тестовый редактор. Это когда вы хотите в тест, например, первый слайд вставить только текст. То есть, например, какое-то задание, инструкцию к тесту. То есть, вы можете брать тестовый редактор. И это равно статья, как вы помните. Например, инструкция к тесту. И вставляем сюда инструкцию. Сюда можно вставить фотографию, можете вставить видеоинструкцию. Все, что хотите. Нажимаем далее. Но вопросы у нас с вами не закончились. Так как это первый бланк, он у нас внизу вот здесь отображается первым слайдом. Кликая на второе, вот здесь плюсик, мы выбираем, например, сопоставить слово с медиа. Пишем вопрос. Один пусть будет. Здесь вы можете добавить дополнительные неверные варианты. Здесь мы смотрим на, например, давайте кошка. Здесь будет рыжий. Под каждой фотографией мы вписываем подпись. То есть, что будет соединяться. Черно-белый. А здесь внизу мы можем написать дистракторы. Например, черный. И белый. Мы создали задание. И давайте посмотрим, нажав на глазик, текущий слайд, как это будет выглядеть именно в реале. Это будет задание. Здесь, скорее всего, нужно будет написать формулировку его. И здесь мы уже перетаскиваем. То есть, кликаем и кликаем на... Так, белого у нас нет. Рыжий. И в полосочку. Все. Проверили. Все правильно. Мы молодцы. Создаем следующий тип теста. Найди пару. Здесь будет второй тип вопроса. Пара. Ну, давайте также воспользуемся нашими котиками. Опять будет в полосочку. И здесь можно написать в полосочку. Либо добавить фотографию. И еще одну пару. Здесь напишем рыжий. Все. И посмотрим, как это задание реализовано именно для студента. В полосочку. Рыжий. Так, перетаскивается и проверяется. Все. Все достаточно просто. Следующий тип. Это заполните пропуски. Третий. Сюда мы с вами должны вставить текст. Давайте вставим текст про кошку. Мы вставили про кошку. И вот я хочу 600 сделать пропуском. И вот это слово будет пропуск. А здесь будут неверные ответы. Пусть будет 500. И пусть будет 400. В заполнении пропуски мы делаем столько пропусков, сколько нам нужно. Вписываем все дистракторы. И когда вы выходите уже на просмотр упражнения, то у вас все варианты ваших дистракторов в одну кучу к этому кусочку. То есть здесь вы просто так вот кликаете, перетаскиваете. И он у вас показывает, что вы сделали правильно. Вот такой формат задания есть. Далее мы можем выбрать верный вариант ответа. Это multiple choice. Здесь мы пишем четвертый вопрос. Здесь можно, кстати, вставить картинку. И можно написать Ди Каприо. Если он тут есть, конечно, у нас. Ну, такого тут нет. Хорошо. Вставим вот такую картинку к тексту. И здесь напишем вопрос. Вопрос. И здесь варианты ответов. Ответ 1. Ответ 2. И не забываем поставить галочку напротив того ответа, который является правильным. Здесь также можно подгружать картинки, как вы видите. И добавлять варианты ответов. Давайте посмотрим, какое максимальное количество. Ничего себе. Вариантов может быть очень и очень много. И это очень и очень круто. Все. Нам эти варианты не нужны. Мы их удаляем. И переходим к просмотру этого упражнения. Кликаем на ответ 1. И нажимаем проверить. Супер. Следующий вид теста – это выбрать из списка. И в данном случае у нас был текст. И здесь это будет пятый вопрос. Кликаем опять на 600. Нажимаем вот на квадратик. И здесь у нас появляются дополнительные параметры. Здесь вписываем 500. Добавляем еще 400. И 300. Например. И таким образом мы делаем еще несколько вариантов. Например, лишенных шерсти, ушей, когтей. И вариантов может быть правильно несколько. То есть, если вы здесь ставите галочку, то и этот, и этот варианты будут верными. Давайте просмотрим наше упражнение. И здесь уже идет выбор из того, что мы им там понаписали. Все. Нажимаем окей. Все у нас правильно. Следующий вариант задания – это вписать. Верно. Вариант. Это когда вы ручками вписываете. Это шестой, по-моему. Так, тоже. Кликаем сюда. Нажимаем пропуск. И должен ребенок написать 600. Кликаем сюда. И ребенок должен написать 200. Текущий слайд. И, пожалуйста, вписываем 600. Давайте 100 впишем. Ошибемся. И посмотрим, как он нас покажет. То есть, показывает, где мы ошиблись. И посмотри, как было правильно. Здорово. Следующий тип вопроса – это сортировка по группам. Первая сортировка. Точнее, первая группа. И здесь мы можем вставить неверные варианты ответов. Ну, например, жираф я напишу и бегемот. Давайте посмотрим текущий слайд. В каждой группе нужно для этого, конечно, указать заголовки. Кошки. И здесь собаки. Все. И давайте посмотрим. У нас появились кошки-собаки. Пудель, овчарка, сфинкс, бивер, жираф оставляем. Микун, бегемот оставляем. Все. Класс. Просто супер. И визуально очень здорово сделано. И просто вообще здорово. И три последних варианта рассматриваем. Собери басню. Вопрос. Какой он там у нас седьмой? Правильный порядок. Здесь вы можете добавить дополнительные неверные варианты. Так будет. Я тебя жду. Это вариант. Например, вас. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть. Я тебя вас. Я тебя жду. Ну, там мы видели вариант, что можно добавить даже аудио. Подгрузить. И, например, прослушай предложение и напиши это предложение вот в этом варианте. Давайте посмотрим. Например, да? И у нас идет проигрыш. И мы там можем написать прослушай. Прослушай и собери фразу. И вот здесь мы накидываем эту фразу. То есть у нас идет аудирование вместе с вот таким вариантом задания. По-моему, это очень здорово. Следующий вариант. Это собери слово из букв. Так, восьмой. Правильный порядок. Слово из букв. Пишем слово. Давайте попробуем. Dog напишем. Ну, что-нибудь подлиннее. Tomato. Ну, можно и по-русски, кстати, написать и посмотреть, как выглядит слайд. Ну, конечно же, в описании вы пишете, что ребенок должен составить. Да, вот здесь вот в описании там. Составь слово, которое там, какую-нибудь дефиницию. Здесь можно написать лишние буквы. Да, и это все будет там. В общем, классно. И последнее задание. Расположите императоров в порядке возрастания. Ну, это как вариант просто, да. Здесь расположите что-нибудь по порядку. По порядку. И здесь мы пишем. Один, два, три. Ну, много показывать не буду. И так все понятно. Итак, один, два, три. И проверить. Супер. Все. И последнее, что осталось мне показать и обратить ваше внимание на вот эту панель, которая находится с левой стороны. Первое – это добавить подсказку. Кликаем на «Добавить подсказку» и здесь начинаем писать. Следующим этапом идет объяснение вопроса. Здесь также вы можете добавить объяснение вопроса. Далее идут настройки вопроса. Можно установить таймер, то есть какое количество времени будет на ответ у учащегося. Давайте нажмем «Давай» и подтвердить. И какое количество баллов вы присуждаете этому вопросу. Например, я присуждаю один балл. Разрешить пропуск? Нет. Следующий момент – изменить дизайн. Давайте выберем фон нашего вопроса. И здесь напишем «Фон». Пусть это будет что-нибудь нейтральное. Как вы видите, не очень хорошо видно. Здесь вообще не видно. Нужно что-нибудь темное. Либо что-то однотонное. Но не забывайте, что вы можете загрузить и свои готовые бэкграунды с компьютера. Так что вы можете спокойно пользоваться и своим домашним экраном. Можно сделать фон через Google. Google, посмотрите, он выдал гораздо более приятные варианты. А можно выбрать через AI. Давайте посмотрим, что это. Давайте оставим такую картинку и посмотрим, что можно сделать. Можно настроить яркость. Можно сделать темнее. Вот, кстати говоря, чтобы картинку было лучше видно, можно убирать яркость и сделать лучше. Можно сделать размытие картинки. Вот, будет такой вот красивый фон. А также можно сделать цвет фона. Смотрите. И здесь можно выбрать градиент. Но так как у нас стоит картинка, у нас ничего не меняется. А текст можно сделать белым. И тогда будет хорошо видно. Мы сейчас вернемся к предыдущему вопросу. И я вам покажу, как сделать градиент. Это достаточно красиво получается. То есть путем нажатия одной кнопки у вас красивый фон. Можно сделать потемнее. И вообще замечательно. Сейчас я покажу вам, как работает режим сторителлинга. То есть когда фраза появляется за другой фразой. И это реализуется вот в таком типе упражнений. Вы включаете режим диалога и вы включаете режим сторителлинга. Итак, для того, чтобы настроить режим диалога, нам нужно добавить героев. Кликаем на человечка и на картинку. Давайте поищем кота. Пусть будет вот такой кот у нас. И у нас фотка этого кота появилась сразу внизу. И здесь мы давайте посмотрим другую фотографию котика. Выберем вот такого. И когда здесь будет появляться какое-то предложение. И будет появляться новая фраза. Кликая на это, мы будем просто менять фразы наших котиков. И чтобы не искать их заново. То есть у вас будет все время вот такая вот ситуация. Это очень удобно. И после того, как вы сделали такое задание, у вас будет такая кнопка начать историю. Мы делаем первое задание. Мы должны сначала его сделать, конечно же. Я не помню, что там было. Но неважно. Нажимаем дальше. Появляется следующее предложение. Появляется следующее. И следующее. Нажимаем проверить. И вуаля. У нас все неправильно. Но у нас реализована классная история путем сторителлинга. Также вы можете добавлять картинки. Если есть такая необходимость, вот можно вставить фотографию. Либо вставить эмодзи сюда. И вы выбираете, что вы хотите вставить. Все. Либо гифку какую-нибудь. И у вас эта гифка также будет появляться, ну, последовательно, после того, как вы отвечаете на вопросы. Мы, таким образом, с вами все вообще изучили. Опять настраиваем обложку, которая нам интересна. Пишем название теста. Тест. В описании можно написать. И нажимаем далее. Здесь в настройках теста добавляются новые пункты. Видимость видно всем. Имя обязательно. Ответы к тесту показывать, не показывать. Доска лидеров видна всем, только вам. Копирование разрешить, не разрешать. Например, и количество жизни, которое ребенок может потратить, чтобы пройти этот тест. Таймер настраиваем, например, 6 минут. И тематику выбираем. И теги. Все. Нажимаем создать. И у нас идет сохранение нашего теста. Нашего контрольного теста, как мы видели там. Тут опять видим предмет. И видим тест. Обложка наша. И наш первый раздел полностью готов. По-моему, это просто замечательно. Я полагаю, что будут здесь учителя создавать и по ЕГЭ, и по ОГЭ. Я не знаю, все что угодно. И по любой тематике. Это настолько классная коллекция. Можно здесь накидывать и книги, и задания, и видео. И вообще все собирать в одном месте. Это просто потрясающе. И самое главное, что это еще и бесплатно пока. Поэтому быстрее запрыгивайте в этот сайт, изучайте. И я думаю, что это будет прям пушка. Для того, чтобы создать еще один раздел, мы переходим обратно. Вот сюда, к нашему цветочку. То есть это название нашего, вообще нашей коллекции. И нажимаем плюс. И нажимаем создать новый раздел. В новом разделе мы пишем уже раздел 2. Нажимаем. Можно добавить гифочку какую-нибудь. Вот Thursday. Да, вот такой веселый человек. И нажимаем далее. Все. Здесь у нас все настройки сохранены. Нажимаем создать. И вуаля. Наш раздел Apple 2. И мы также в него заходим. И также начинаем наполнять этот раздел коллекции, нажав на плюсик, наполняя его материалами. Просто замечательно. Но опять-таки повторюсь, вы можете не обязательно сами создавать. Вы можете спокойно использовать и чужие материалы. Давайте нажмем на любой из материалов. И можем, в принципе, нажать вот на эту папочку. И у меня Spot Talk добавлен в мой профиль. Кликаю сюда. И кликаю на коллекцию. И у меня добавилась эта коллекция. И я могу уже этой коллекцией поделиться со своими детьми. Детьми, нажав на вот сюда, на стрелочку с кармашком. Скопировать ссылку и отправить своим ребятам, например, в Google Classroom. Все. После того, как это все будет у нас готово, мы сможем зайти и посмотреть даже, что ребята сделали. И какие результаты они получили. Вот смотрите. После того, как вы создали коллекцию, вы захотите посмотреть, как ребята прошли. И по мере прохождения курса у вас будет отображаться шкала прогресса. Нажав на три точки, вы можете ее выключить. Можете скинуть прогресс. И если вы занимаетесь самостоятельно, то вам будет так удобнее контролировать, сколько вы прошли из курса. Также, зайдя в любой из тестов, вы можете посмотреть статистику этого теста. И здесь у вас будет отображена ваша статистика. А если этот тест будут проходить и другие ученики ваши, то вы будете видеть, кто, сколько прошел, на какое количество баллов, и за какое время, и дата, и попытки. В общем, все это у вас будет здесь отображаться. И это очень удобно, очень красиво. И создателям этого сайта огромный респект. Ну все. На этом это видео подошло к концу. Я думаю, я обо всем рассказала. Если вам этот сайт понравился так же сильно, как и мне, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, на мою группу ВКонтакте, в Ютубе, в Телеграм, где угодно. И давайте делать наше преподавание круче и легче. Пока!